Доброе утро! Я сегодня... Вот такие звуки будут постоянно. Я сегодня еду в тур. Ой, у меня звонок, сейчас перезапишу. Думаю, наконец-то хоть тишина на улице. Просто тишина, блин. Короче, это... У нас есть небольшой швах. Это... Вот это. Больше не покажу. Гараж моток, который я в итоге... Ну, кое-что я купила, ну, как... То, что я отправила из дома сюда. Ну, как бы, знаешь, там, думаешь, ну, вот. Ну, мне и это понадобится, и это понадобится. И офисный стиль, так. Ну, а что? А распиздяйский стиль. И это стиль. Ну, и, короче, я... Четыре пакета, блядь. Ну, предыдущих видео вы видели. А вот я сейчас у меня... Как же заливчики у меня, блядь, на первом месте. Господи. Сейчас я это уберу. Их сах два. В общем, сейчас расскажу. Сегодня я еду в тур. Ну, я с коллегами, мы едем в тур. Мы едем аж в такой... Район называется Лао. Ну, вообще, мы назывались Лао. А так Лао. Вот. Посмотрим, что вам будет. Вот. Нужно будет почистить сейчас телефон. Обязательно. Чтобы было видео и... Чтобы было снимать всё. Вот. И хотела вам показать, что я решила. Я решила эти вещи сложить вот сюда. Я всё положила наверх. У меня осталось, ну, получается, раз. Прозрачная, два, три. Три полки. Три полки. Я живу. Погодка расходится. Вон. Сейчас пойду пить кофе. Собираться. И поеду. Всё. Всего хорошего дня. Увидимся. Прям невозможно установить камеру, чтобы этот баг, блядь, не попадал в экран. Ну, вообще никак. Это ужас. Ладно. А пока у меня есть время. А время 8.30. Я сделала себе кофе. Не хочу пока на лоджии об этом разговаривать. Думаю, я сейчас сделаю. Давно готовилась. Очень много вопросов. Мне звонят мои бывшие коллеги, ну, которые уже стали моими как бы друзьями. Вот. И спрашивают, почему я так резко ушла из отеля. Ну, во-первых, это было не резко. Это раз. Во-вторых, это было плавно и постепенно. Более того, я же переехала, считай, в феврале я была в Сочи. Март. Ну, как в феврале. В феврале у меня был просто отпуск, там, 10 дней. Вот. Вот. С 22 марта я уехала, потому что уже там было понятно, что у нас будет мало смен. Сколько там получается? Ну, один раз выйти на работу. Один раз, где-то один день в неделю. Ну, пускай даже две смены, но в неделю. Ну, в общем, будешь сидеть и тупить. А вот я уехала. Естественно, здесь я в Сочи уже, естественно, искала проживание. Чтобы мне нужно было, чтобы было комфортно. Вот. Потому что, я считаю, на низком сезоне заходила на проживание, на аренду. Вот. И, соответственно, работу. Вот. С тем, с кем я общалась вот в конце марта. Мне говорят, что ты работу здесь найдешь. Здесь проблема с работой. В принципе, да. Здесь есть проблема с работой, потому что это курорт. Здесь нет производ... Здесь нет заводов. Нет производств. То есть, такого нету. Не, ну, есть какие-то там производства, там какое-то мебели, что-то такое там же будет, что-то такое есть. Но, в общем, понимания, какие-то производства вообще нет. Это, кстати, к вопросу о том, почему такая стоимость дорогая квадратного метра, потому что, ребят, вы не можете стоить столько же, сколько, блин, и столица стоит, это же столица вся работа. Ладно. И, в общем, получилось так, что я... Вот я приехала домой, когда вот была дома, вот, сейчас скажу, с 13 по 20 число в эту неделю. Вот. И у меня был... Ну, как бы я выходила на работу, работала, получается. Потом у меня был выходной. Ну, и получилось так, что у меня был разговор у меня с ней, либо у неё со мной, с генеральной директрисой. А там, понимаете, такая девушка, про которую говорят, что ты как бы её из деревни вытащишь, как бы, да? Лизинговый Мерседес под жопу дашь. Вот. Но бизнес-модель твоя, то есть полностью продажа, площадка, там, всё. То есть работа с тарифами, да? Работа с другими возможностями отеля, да? Человек не работает с этим. Там куча там рассказывается, что типа, блядь, и... Ладно, не суть. Вот. И сейчас получается так, что у нас только стояли мы по одному. По одному. Вот. И получилось, как всегда, у нас люди же тоже все. Всем нужно всё. Сразу несколько человек за пять минут до отхода шаттла. То есть вот. Прямо сейчас. То есть невозможно выйти заранее, получить свои чеки, распечатать документы, там, вот эти вот все эти сертификаты, да? О вакцинации. То есть невозможно. Это надо сделать за пять минут. И всем сразу. Ну, это такая специфика. Вот. И получилось, что у меня было как раз три гостя одновременно. То есть один гость корпоративный заезжал, как у него день рождения был. То есть надо было ему определенное внимание указать. Одна гостья выезжала, она тоже, она директриса Ибиса в другом городе. То есть как партнер, коллега, да? Вот. И мужчина выезжал. Ему нужны были чеки, документы для бухгалтерии. Ну, финансовые документы. Закрывашки. Вот. И получилось так, что я я была занята сразу троими гостями. Я не могла обделить вниманием, потому что они сейчас уезжают, вот эти уезжают, они сейчас через пять минут уезжают. Гость, который на заезде, я ему пообещала все необходимое, там, пресные напитки, все-все-все-все. Я говорю, прям буквально одну минуточку присядьте, подождите, потому что он уже заезжает, он уже никуда не денется. А есть люди, которые выезжают, и им нужно срочно. Потому что коллега из Ибиса, она хотела по своему приглашению получить свой кофе. Как бы надо было отоварить это приглашение без вариантов. И надо было, а на баре там тоже вообще, там нет такого, чтобы на баре постоянно был человек. Вот чтобы прям, чтобы был бармен, просто был. Такого там нету. Это ужасно, это раздражает меня. Меня все это время раздражало, что я должна была почему-то каким-то, блядь, малолеткам звонить и говорить, спустись, пожалуйста. Оно мне нахуй надо? Оно мне вообще не надо. Ладно. В общем, ты понимаешь, что у нее пять минут до отхода шаттла, и пока бармен спустится, пока раступится, то есть она может не успеть за свои пять минут, а мы как бы к бару не подходим. Ну, в общем, везде, блядь, сложности, везде геморрой, и от этого как бы легче не становится. Ну, и суть в ту, не хочу больше тонкостей эти. В общем, в итоге у меня она говорит, типа вот, типа, что я неспокойно общалась с гостем. Как они неспокойно, потому что, ну, типа, я торопилась. Я говорю, конечно, у меня три человека. В это время параллельно коллега мой, мальчик Костя, проводит инспекцию. Он называет это не инспекцию, а показ. Ну, в общем, это называется инспекция площадки. Вот. И получилось так, что один из представителей этой инспекции, он поехал в аэропорт на нашем шаттле. Вот. А у нас шаттл как? Если там никого нет в аэропорту, и мы там ничего не писали ему в чате, он бьет, уезжает, как ему надо. То есть он не будет сдать ровно там 45 минут и ехать в отель. Он такой не был, он сразу раньше лежает. Вот. Ну и, короче, он мне позвонил, мне говорит, вот, Лен, так и так надо как бы позвонить, чтобы водила четко там был до времени. Я говорю, Костя, я это сделаю, но сейчас у меня три гостя, я не успеваю физически, я сейчас освобожусь, и я позвоню. Все, вопрос был закрыт. В общем, в итоге проходит какое-то время, которое мы обслуживаем гостей, все нормально, я звоню водителю, вот, я говорю, так и так, ты где? Он такой, я вот только что уехал, типа, это был гостья, наш молодой человек, говорю, был уград спортсменов, он говорит, нет, никого типа не было. Ну и все, и Костя звонит, говорит, я говорю, позвонила, говорю, уже он уехал, пока освободилась. Ну и короче, и тут меня начинают просто накрывать, я говорю, послушай меня, Кость, это называется не показ, а инспекция площадки. Я говорю, если ты проводишь коммерческий показ, у тебя в твоем служебном телефоне должно быть все, стойка ресепшена, водитель, все горки, полностью все, у тебя в телефоне должно быть прям сейчас, а не так, что ты позвонил на стойку, стойка там разрывается, блядь, и ты на стойку, и вот стойка в итоге виновата, ну и в итоге, короче, получилась такая вещь, что пропуская все это, в общем, мы пошли, на следующий день я на работу вышла, и мы пошли к 11 где-то с Ильей, с моим руководителем, классный парень, кстати, Илья, и вообще у меня коллеги офигенные, офигенные все, кроме этого ебанутого руководства, просто ебанутого, вот, ладно. ну и короче, я даже не могла подняться, блядь, выше первого этажа, здания, ну в общем, это просто, я говорю, какой-то я была кастированный сотрудник, и оно мне вообще нахуй было, это все не надо, в общем, я рискнула пойти на ресепп, я больше никогда в своей жизни, ни на какой ресепшн, никогда, я не знаю, что-то зарекаюсь, это просто такая работа скотская, ты будешь виноват всегда, понимаешь, и вас называют, не то что, а линейный персонал, ты линейный персонал, это ужасно, это пиздец, в общем, потому что, ну ладно, вот, и получилось так, что она говорит, вот так и так, в общем, ты очень нервничаешь, значит, я говорю, я готова написать заявление, все, без проблем, проблем нету, и все, и в секунду я написала заявление, тут же мне обходной лист сделали, там все, в общем, подписались, все, кому надо, тут же я получила через час расчет на карту, ну, конечно, там вопросы были, и так получилось, что очень интересно, публиковать это или нет, ну ладно, почему нет-то, ну вот, и получилось так, что я с таким облегчением написала эту бумажку, я с таким просто облегчением, знаешь, просто, то есть я понимаю, что у них сейчас тоже свои сложности, потому что отель специфический, он находится около аэропорта, и он зависит полностью от перевозок, есть перевозки, есть туристы, есть пассажиры, значит, есть гости, если перевозок нет, небо закрыто, санкции и фиганции, то отель можно консервировать, ну, как бы, ладно, вот, поэтому, в принципе, у меня уже было здесь все готово, у меня в том моменте уже здесь, в Сочи, я уже стоилась на работу, вот, вот, я уже начинала ходить в курс дела, вот, ну, и прорабатывала вопросы там другие немножко, не только пока вольно-наемные, потому что я уже устала вольно-наемным работать, это просто вообще жизнь, просто ужасно, просто ужасно, вот, так что вот так все это и получилось, поэтому я больше никогда никакого ресепшена, никакого админства не буду, просто, просто, то есть получается, что я организовывала мероприятие, продавала площадки, продавала отели, закрываю еще документы, сметы, все вот эти вот бумажки, да, вот, а потом я думаю, ну, пойду на ресеп, типа у дома рядом, и к тому моменту были же шаттлы служебные, было питание, а сейчас уже там ничего нету, служебные шаттлы убрали, например, добирайся как хочешь, питание тоже типа убрали, сначала было питание, но платное, а потом сделали вообще шведку платную для сотрудников по этой карте, по Майкросу, ну, это, короче, я хочу сказать, что это просто недостойно, это, вот это поведение, все внутри компании, оно, это оно недостойно статуса сетевого отеля, реально, так себя вести, супервайзер ресторана, там есть такая девочка, Юля, она просто орет как бешеная, по поводу и бес, в общем, я просто, я говорю, просто она ко мне подошла, я говорю, меня для тебя нет, тебя для меня, вообще ко мне не обращайся, я вот тебе чётенько по чирлисту списки предоставлю по времени пассажиров, гостей, и всё, и ко мне больше не подходить, в общем, я просто в шоке, я считаю, что там под вопросом надо ставить вообще эту франшизу, вернее, франшизу, ну, как бы, что такое франчайзе, не нужен сети, я, вот о чём, ну, просто, если они не могут внутри, внутри маленького отеля разобраться, а я, значит, смотрю, молчу, я охуеваю, более, это, она мне сказала, что я, типа, нервничала, так вот, более непрофессионального отношения к своему объекту, который ты продаёшь, я не видела, у них там простаивают переговорки, у них там простаивают другое крыло большое здание, нет, я понимаю, что они все имеют откаты, да, базара нет, но ты, блядь, за этими шорами-то посмотри, что дальше происходит, правильно, либо нет, вот эти просто откаты и всё, ну, короче, я, благодарна только за то, что первое, я познакомилась с ребятами хорошими, я с ними, ну, осталась как бы в контакте, вот, за это я благодарна, я благодарна за вот это вот сообщество, да, то, что я очень благодарный человек в этом плане, я благодарна за то, что я понимаю, что я больше никогда в своей жизни не буду работать на ресепшене, не потому, что мне это органически или психологически сложно, нет, а потому, что ты будешь виноват всегда, то есть, при той структуре должностных отношений к этой, по этой позиции, ты будешь виноглад всегда и перед клиентом, и внутри компании, то есть, и даже те, кто сидят спокойненько, ровно на задницах у компьютера, в бэк-офисах, да, ты будешь тоже там виноват всегда, а, и только одному колене моему кости я хотела бы пожелать, ты как бы штанишки тоже не порви, так нельзя, но ты одну девочку убрал, да, а по поводу меня пожаловался, я написала заявление, ну, как бы, с таким отношением к работе и к жизни ничего хорошего в нашей деревне не будет, ну, как бы, вопрос же не в том, кто куда ушел, а в твоем, просто в тебе, как в человеке, если ты с гнильцой, то так ты и будешь жить с гнильцой, а по поводу того, что там, где там у тебя жена работает, у меня руководитель там отдела именно этого, рядышком, в другом городе тоже, блин, хороший знакомый, и поэтому насрать мы можем друг другу просто элементарно, я этим заниматься не буду, никогда никому не срала, никогда ни в аэропорту, ни на кого не прислала, ни служебные, ни аэропорта, ни в отелях, нигде, в общем, и не буду, не буду, потому что я считаю это просто недостойным поведением, все, котятки, у меня время уже без 29, и пора в себя приходить, ага, ладно, все, увидимся, пока, блядь, не успела до того, как они завели свой трактор, я решила дозаписать, ну так вот, и, конечно, у меня остались небольшие, не должны небольшие, но претензии, как бы, да, после этой работы, то, что, понятно, что там не было никакого карьерного роста, он бы там не был, это понятно, вообще, базар ноль, вот, но, на Новый год я выиграла, там сделали такой служебный, был лототрон, лохотрон, еще не выздоровела до конца, вот, и я выиграла проживание, короче, получается, я выиграла проживание, корпоративное, выписи на две ночи, с завтраками, в Ереване, ну, в отеле в Ереване, у нас там тоже, как бы, вот, везде же есть, большая сетка, вот, но мне, как бы, это было не нужно, потому что я понимала, что я в Ереване не поеду, я там не знакомых никого, я даже не хотела, вот, но у нас там есть коллега, которая, она сама армяночка, и она поедет в Ереван, там рано или поздно, там, не одна коллега, там, много коллег армян, даже собственники, по-моему, армяне, здание, нанесут, не щипа барабану, где там собственник, вот, и получается, что у меня был этот ваучер, и мы общались с коллегой, и мне вот так и так, смысл мне в этом ваучере, говорю, я лучше поменяла бы, я поехала бы лучше там, где-нибудь по России, там, не важно, Садовое кольцо, или там, можно даже дальше, там, там, Воронеж, дальше, дальше можно без проблем, я бы туда лучше съездила, ну, просто на два дня с удовольствием, вот, и в итоге, моя коллега говорит, давай мне, давай поменяемся, ты мне дашь вот Ереван, ваучер выигранный, или даже где-то фотки есть, надо посмотреть на телефоне, да, где-то у меня были фотки, самого ваучера, по-моему, я делала фотку, посмотрю, если я найду, короче, найду, вставлю, не найду, хер с ним, вот, и, говорит, я тебе поменяю, говорит, у меня, остались ваучеры, там, какие-то, в России, типа, я тебе скажу, я говорю, ладно, я, значит, еще смену свою, просто, как лохушка, дурочка, блядь, приношу свой ваучер, я говорю, на, держи, без проблем, хорошо тебе отдохнуть, так и так, я, конечно, жду, как, ну, себе тоже ваучер, раз уж, как бы, ну, и в итоге, естественно, все на этом закончилось, никаких ваучеров я больше не увидела, вот, что и требовалось, как бы, да, ну, и хер с ним, ладно, идет, очень неприятно все это, потом нам обе считают, что у нас будут бонусы от продаж, то есть от того, что мы бронируем, и от того, что гости заезжают на стойки, то есть очень много бронирования же пустых получается, то есть гости не много шоу не заезжают, а есть бронирования, которые ты делаешь бронирование, гости приезжают, все нормально, и по хорошим, большим тарифам заезжают, а вот, в итоге, естественно, ты ничего не получаешь, никаких бонусов, то есть тебе все руководство на каждом там совещании говорит, что да-да-да, Скоро будем, скоро будем платить. Потом ковид, потом кризис, ну и все, понятно. Поэтому никаких как бы бонусов не получится. Мне бы проще было бы заключить договор агентский. Не важно, через кого, чтобы я сама не светилась. Так бы я свои бонусы точно получала бы. Ну, короче, я этим не занималась, я не буду этим заниматься в том плане, что если я работаю, то я работаю, я нормально относилась, я полностью погружалась, да, то есть все, что было нужно там по чек-листам, по порядку, по всему-всему, по работе с гостями, я все делала. И вот так вот как-то получилось очень некрасиво, я считаю. То есть нельзя, понимаешь, даже вот когда в других отелях я работала, никогда не было такого, что у меня было какое-то плохое отношение к админам. Никогда такого не было. Я никогда никого не подпишу ни взглядом, ни жестом, ни словом, никогда никого не обижу. Вот. А здесь получилось такое просто блядское отношение. Это ужасно, в общем. Надеюсь, я ответила на все. А, еще и трудовых книжек мне написали, что по моей инициативе, типа, что типа, а я ушла. Если они сделали не по согласованию сторон, да, по ТКРФ, а сделали ТКРФ типа по инициативе работника, ну, чтобы, типа, блядь, или я вопрос закрыла, и типа, что, типа, никаких претензий у меня, типа, к работодателю нет. Ну, это, конечно, пиздеж. Вот. Я уже не стала ничего. Думаю, вообще по барабану. Очень некрасиво все, это очень неприятно. И, естественно, что у меня отбиты руки, и в том плане, что я никогда не... Я не хочу больше работать в отелях. не буду никогда. Просто. То есть ты... Ну, ладно. Вот. Всем... Надеюсь, я ответила на все эти вопросы. Моим коллегам я желаю только благополучия, успехов во всем. Классные ребятки. Алишка, Илья, Леночка, Тиман, Гоша, Володя, всем. Вот. Я всегда на связи, все контакты есть. Если что, звоните, пишите. Я всегда рада. Всегда рада и помочь, и встретиться, и пообщаться. Вот. Ну, пока все. Просто я решила, думаю, раз я уже записала это видео, надо его записать нормально. И уже вопрос этот закрыть. И больше к ним не возвращаться. В общем, вот такой вот опыт у меня получился в работе в ИБИС отеля. Ну, все. Всем пока.